Русский дух. Все, кто не был в европейских столицах, приписывают Москве этот статус, видимо, европейский. Была во многих городах и столицах Европы. Там все продумано для людей. От высоты бордюров до инфраструктуры в глобальном смысле. Не скажу, что везде прямо уж так чисто, но точно уютно и приветливо. Здесь же сплошная грязь, неуют и неудобства для всех пешеходов, автомобилистов, велосипедистов, мам с колясками. Москва скорее не азиатская столица, а просто неудобный и некомфортный город для жизни. Вот такая позиция. Графа спрашивает, если Москва больше ориентирована на восток, где наша тогда восточная мудрость? 788-107-0, звонок, прямой эфир. Вас послушаем. Добрый вечер. Доброе утро. Здравствуйте, Татьяна. Мне хотелось бы сказать, что, конечно, мы ближе к Европе, но вот культуры такой вот, терпимости, и нам явно не хватает, что-то вот такое происходит. Вот надо подумать не о том, что там азиаты как-то себя не так ведут. Терпимости европейской. И ребята, приезжающие, знаете, из сельских поселений там, вот, и, в принципе, вот я так за ними наблюдала, я бы не сказала, что они, они достаточно вежливые, в общем-то, нашим бы поучиться вполне можно было бы. В Москве как в городе. Нам себя бы спрашивать построже бы надо было. Ну, спасибо большое, до свидания. О, спасибо. Мы бы еще, конечно, с вами поговорили, но хорошо, если вы решили сами прервать разговор. Но смотри, я хотела бы привести немножко цифр. Вот в 2011 году агентство Bloomberg сравнило исследования компаний, там, каких-то компаний, которые выясняли, высчитывали о рейтинг недоступности жилья для местного населения. Ну, то есть, например, сколько жителей зарабатывает города и сколько стоит жилье. И вот Москва находится на третьем месте в этом рейтинге. И, согласно этой статистике, жители России должны откладывать деньги в течение 144 лет, чтобы позволить себе 100-метровую элитную квартиру в Москве. И вот этот рейтинг, почему мы третий. Давайте посмотрим, кто первый. Это, например, индийский город Мумбаи на первом месте. На втором месте Шанхай, китайский Шанхай. Мы на третьем. То есть, вот, пожалуйста, тебе вполне себе с азиатскими столицами. Мы сравнимы на третьем месте впереди планеты всей практически. Азиатский 916-5581, европейский 916-5582, 788-107-0. Это звонок, прямой эфир. Доброе утро. Алло. Какие у вас критерии? Да, 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 говорите. Да, здрасте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Тогда не понятно. 788-107-0, 495-й код. Здрасте, алло. Меня зовут Валерий. Вы знаете, вот все время как-то получается позиция какая-то русские, там, допустим, Москва это азиатский, Москва это или кавказский. А у меня дискриминация от евреев. Почему дискриминация такая происходит? Может, Москва это еврейский город? У меня получает вопрос. Нет, вы смотрите, мы же говорим про Европу и Азию, как про континенты. А Русь это была Русью всегда. Мало ли, что она взяла Византию или еще что-то такое, да? С азиатами мы жили, с европейцами мы там ссорились. Они все время почему-то пытались захватить нас. Для вас это какой город? Крестово. Русский город. Россия. Русский город. Это Россия, Русь. Ну, тем более... Она все в себя взяла. Это по истории, по всему. Так. Но почему дискриминация евреев происходит? Может быть, это еврейский город? У меня вопрос. Нет, вы сейчас отходите... Это русский или еврейский? Непонятно. Ладно, понятно. Вы сейчас заходите в какие-то дебри, понятно. Смотри, ну вот если даже брать там по какой-то топониме, да, это называется топониме, у нас же очень много каких-то названий. И каких-то улиц, да, и арабского происхождения. Например, Арбат. Центральная улица, первая пешеходная. И что все только потому, что там по ней шел путь торговый. Мы всегда торговали. Москва славится кем? Купцами. Был всегда купеческим городом. Если ты зайдешь сейчас, посмотришь за Москворечья, район Москвы был построен купцами. И вот, слава богу, сохранен, да, сохранился до сих пор. И все строится на купцах. Купил, продал. Вот, пожалуйста, тебе вполне хороший аргумент, мне кажется. Фома пишет. По числу музеев, театров, парков, Москва, далеко впереди других столиц Европы. 788-107-0, звонок, прямой эфир. Алло. Добрый день. Добрый день. Это программа «Русский дух». Мне кажется, мы становимся, конечно, азиатским городом, потому что, вот, посмотрите, как ведут себя люди. Очень часто делают замечания молодым приезжим людям. Любят крестинечки. Вот я живу в районе Калина-гора, у нас центр метро Семеновской и великолепный торговый центр Семеновский. Они там собираются, и потом гора мусора. Я подхожу, делаю замечания, они извиняются, но продолжаются. Потом посмотрите ресторанчики и кафе. Где вы найдете русские блины и русские, пироги и русские? Растяга, этого нет. На каждой станции метро можно купить, на каждой станции метро, когда вы выходите, там есть палатка, пирожки, есть точно так же целые сети. Нет, 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 ничего этого нет. У нас в районе все абсолютно, Кавказская и Среднеазиатская. Я была в Среднеазиатской. Вы понимаете, что мы сейчас опять уходим от какой-то, я вас просила с самого начала, перейти к какой-то повыше ступени. Не смотреть вокруг там, кто нас окружает, лица и ларечки. А подумать вообще о значении Москвы и что в Москве такого есть азиатского, а что есть европейского и что превалирует. Дух. Становится азиатский дух. Становится. А был ли он, может быть, он всегда такой был? Нет, не всегда. То есть, смотрите, да. Ну, первое показание москвичей. Мама преподавала в университете, отец работал с Королевым. И в эти времена, в далекой моей молодости, он все-таки был скорее европейский город. Сейчас. В Советском Союзе вы имеете в виду. Вот как раз вопрос интересный слушательницы, которая из Петербурга нам тут целую экскурсию провела. Вопрос в том, дух влияет на облик или облик влияет на дух? Вы знаете, дух со временем перейдет на материальное. И у нас здесь появится все больше и больше мечетей. У нас все больше и больше будут кварталы занимать приезжие. Это уже происходит. Вот у нас в районе Цоколинная гора, это в основном азербайджанцы и выходцы из Киргизии и Таджикистана. Все больше и больше. Они скупают квартиры, они, вот я говорю, строят кафе, там ресторанчики всякие. И мне совсем не хотелось бы жить в европейском городе все-таки. Спасибо. Корион с вами не согласен, потому что, или она считает, что Москва европеизировала себя, но еще недостаточно, и потому к этому стремится. Но это со стороны политики. Через полторы минуты мы подведем итоги нашего масштабного голосования. У нас буквально 4 минуты для того, чтобы окончательно определиться. По крайней мере, вот сегодня, давайте, такой вот наш подарок, своеобразный дню города, это определение, к какому типу относится этот самый город, который сегодня празднует очередной день рождения. Наш город. Я не могу, я не могу про это сказать. Ты не можешь сказать. Я бы сегодня, если бы я сейчас не шел спать, например, после утреннего эфира, я бы, наверное, отпраздновал, но не мой это город. Да можно и не праздновать, да можно и не праздновать, а просто радоваться, что день города, в котором ты живешь, например, да, который тебя окружает, люди, которые рядом с тобой живут, они же тоже живут в этом пространстве. Да, европейский или азиатский, спрашиваем вас мы, 916-55-81, скорее, Москва сейчас на сегодняшний день, на день города, это город азиатский, у вас свои критерии, хотелось бы что-то новенькое услышать. 916-55-82, все-таки определений же много, правда, вот вы идете, вы чувствуете, вы по европейскому идете, если по европейскому городу, то 916-55-82, слушаем вас, доброе утро. Доброе утро, спасибо. Но смотрите, если вы говорите, что не европейский город, но, тем не менее, архитектура, архитектурные ансамбли, мы знаем, что Кремль строили итальянцы, мы едем во Флоренцию и видим наши зубцы кремлевские, и вообще, ну, все напоминает, все кричит об Италии, когда мы находимся в центре Москвы. Вот Европа, тот же самый сталинский ампир, это же тоже какие-то отголоски именно к ампиру, да, какой-то европейской культуре. Ну, это то, что касается архитектуры, это может быть, да, а так, ну, мы и думаем по-другому, не как Европа, мы русские, мы, как бы, нас Европа может быть по этому, и не совсем не любит. Ну, понятно, вы сейчас говорите про Россию, про русского человека, да. Спасибо, но Иван тоже, здесь очень много сообщений по поводу, никакие не гневных, ни европейский, ни азиатский, Москва абсолютно русский город, Иван пишет, и уж тем более не азиатский и не европейский, посмотрите на архитектуру старой Москвы, просто в настоящее время Москва, как и вся Россия, теряет свое лицо. Так вот, пожалуй, Иван, вы тут и немножко путаетесь в показаниях, потому что она, наверное, теряет свое лицо. Так вот, в какую сторону, если в азиатскую, то 916-55-81, 916-55-82, это европейская, но, собственно, давайте итоги голосования подведем, оно получилось очень активным, 67,7% за азиатский, ну, больше, да, комментариев, аргументов, весомых или нет, мы слышали именно в пользу азиатскости Москвы. 32,3% выбирают Москву, как город европейский, прежде всего, на сегодняшний день. Да, это была программа «Русский дух» в студии Петр Кузнецов, Марина Екименко, а сейчас спортивные новости на РСН.